Рэйчел Грин Рэйчел не слишком умная девушка. Я думаю, встретив такую ошибку, Ксерокс сразу вышел из строя. Угадайте, что произошло. Нашла работу. Издеваешься? Я же ничего не умею. Рэйчел с детства привыкла к богатой жизни. Рагиб, мне не нужна родня, когда такие сапоги на ножках у меня. Когда мне было 15, папа купил мне собственную яхту. Собственную яхту? Что, что? Он хотел меня утешить. Мой пони заболел. Боже мой, я ее получила. Моя первая зарплата. Ради нее я убирала со столовки, пипятила молоко. И все это коту под хвост? Это что, у нас такие налоги? Рэйчел не кудышная, а просто ужасная официантка. Извините, может, я могла бы получить ваши чаевые авансом? Рэйчел, девочка, ты ужасная официантка. Да, да, просто ужасающе. Ну я хоть кого-нибудь еще здесь не обслужила? Меня? Рэйчел? Да. А почему на моей соломинке резинка? Вот почему. Прости. Ничего страшного. Ее что, за красоту здесь держат? Моника, я увольняюсь. Я только что помогала 80-летней старухе мерить нижнее белье, а она его даже не купила. Говорю тебе, я увольняюсь. Да, я собиралась выйти замуж, но... бросила жениха прямо в день свадьбы. Я жуткая эгоистка. У Рэйчел исключительные отношения с друзьями, особенно с Моникой. Господи, я такая избалованная. Кстати, я вам говорила, что в школе была жирная, как свинья. А я писала в кровать. А я вечно грудь выставляю, чтобы завлекать мужиков. Мы обе выставляем. Ты хороший человек. Я стараюсь. О, нет. Что я наделала? Ты посмотри, какая грязь. Но ведь это было всего один раз. На меня это совсем не повлияло. Печенье хочешь? Конечно. О, Ника, откуда это печенье? Я испекла. Господи, как вкусно. Она столько всего не одобряет, мне нельзя есть телятину. Нельзя носить мех. Нельзя ходить на охоту. Ты хочешь пойти на охоту? Я хочу иметь такую возможность. Она очень плохая хозяйка. Третья дверь налево. Точно. Что это? Многослойный пудинг. Первый слой рыбной палочки. Слои джема. Опять рыбные палочки. Бифштекс с горошком и луком. Иногда она бывает очень строгой. Можешь веселиться, но если ты не знаешь, как вести себя в открытом море, ты погибнешь. Это до тебя дошло, матрос. Я хочу послушать твой голос. Что? Я выпила за обедом. Милая, нам в кино пора. Нет. Ты крадешь мой ветер. Хочешь отношения развивать, а на мои ветры тебе плевать. Я ничего не имею против. Алименты. Надеюсь, вы поженитесь, и у вас будут дети. Много детей. И еще я очень надеюсь, что у них у всех будут его прежние волосы и твой прежний нос. Да, да, это удар ниже пояса, зато у меня хоть настроение поднялось. Ты моя прелесть. Ты, ты. Рэйчел. Прости. Я ей перезвоню. Верьте, не верьте, а по-моему, ее что-то беспокоит. Он выбрал меня, Джули. И мы с ним поженимся, и нарожаем детей, и будем жить душа в душу. О, Господи. Фиби, смотри, там Роса и эта девчонка. Смотри, она положила руку ему на бедро. О, нет, это еще что. Она очень агрессивна в плане секса. Мы должны их поссорить. Зайди в кафе и бобри ее нагло. Ты должна мне одну лысую девчонку. Сколько песков в волосах? Бритоголовый, ты мне гораздо больше нравилась. Серьезно? Спасибо, Рэйчел. Ты классная девчонка. Да ладно, сбрей волосы. Хорошо. Чтобы достичь своей цели, она не остановится ни перед чем. Держись. Ты сам держись. Ты что-то сказала? Нет, я просто пою. Выпьем кофе? Давай. Похотливая стерва. Нет, это ты похотливая стерва. Нет, ты похотливая стерва. Нет, ты. Освободи дорогу, водитель-недоучка. Их надо учить. Боже, я уже забыла, как приятно водить. Надо продлить крова. Алло, Вегас? Принесите нам спиртного и еще кое-чего. Пиво, например. Я забыла набрать номер. Боевой разворот. Иду на цель. Чендлер, дружок, за тобой должок. Какая неприятность. Привет. Доброе утро. Привет. Вы не могли бы на минутку закрыть глаза? А в чем дело? Бонжорно тут ты. Ричард. Как ты могла? Не знаю, случайно столкнулась с ним вчера вечером. Где? У него дома. Это сок. Я не охочусь за мужчинами, которые только что развелись. Точно. Ты охотишься только за теми, которые без пяти минут женаты. Ты сможешь? Божественный дар. Теперь вы это поняли? Если бы их продавали для кукольных домиков... Ребята, они слишком вульгарны. Привет, Кэш. Что ж, может ты запомнишь этот? Я знаю, но одна из них сказала, что любит меня, и я дала ей все. Неудивительно, что ты беременна. Привет. Извините, я опоздала. Я готова тебя восхвалять. Когда придет леденотец? Я уже пришел. Рос, просто чудо. Я просто хотела, чтобы ты ему понравился. Ну и что? Я не сплю с парнями на первом свидании. А Мэтт, Марк, Бен? Больше не сплю. Ты же примерно на четвертом месяце беременности, так? Так. Это совершенно нормально. Именно сейчас гормоны начинают просто сходить с ума. Завтра я иду к доктору. Я спрошу ее насчет этого. Может, она даст мне какую-нибудь таблетку? Да, это именно то, что тебе нужна хорошая таблетка. Ты действительно беременна? И да, и нет. Только не нет. Короче говоря, да. Этот пройдох Рос не хочет жениться на тебе? В этом все дело. Да, он говорит, я порченный товар. Подержи его секунду, рюкзак сниму. Конечно, давай. Рэйчел не очень хорошо понимает, что такое быть мамой. Я оставлю тебя с тетей Рэйчел примерно на час, ладно? Все будет нормально? Я надеюсь. Я тебя не спрашиваю. Твой папа не любит розыгрыш. О, черт. О, черт. О, черт. Проклятие. Проклятие. Надо же. Я знаю, что это. Подождите. Детская пивная кружка? Я люблю папки. И я вам не лгу. Друзья не дадут соврать. Ты очень странная девочка. Не знаю, что я буду без тебя делать. Лайту. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал, ставьте лайк и комментируйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!